так привет снимаю сейчас нормальным телефоном через гарнитуру беспроводной звук записываю так можно оказывается делать ну не во всех через google камеру на все сделают потому что что это удобно беспроводной телефон и микрофон но если он хорошо записывает так вот такие помидоры я их много раз снимал кумата они дорогие но это помятые где-то они валялись перемялись и поэтому их дешевле продавали они не испорченные они просто мятые может быть тут не видно но они сильно мятые как показать то это ну вот видите вот это все структура разбита поэтому ну не советовал бы мятые помидоры покупать стоили 40 рублей можно какой-то салат сделать так следующее ну котлеты все плохие которые есть продаются дорогие дешевые все плохие почти что все плохие это ну сами видите белорусские но они белорусские они сделано вот петро холод барахло какой-то мусор там не мясо такая а чё в составе филе индейки да не там хлам какие-то отходы производства просто просто мусор так ладно дальше вот такие макароны я их снимал они были хорошие раньше сейчас испортились плохую тоже самая упаковка плохую муку стали класть невкусным к этому все это вот на вранье вот это написано группа высший сорт хлам какой-то там земли соскребают мусор какой-то и выдают за нормальные макароны так вот такие помидорки вот это хорошие помидорки они крепкие стоили что около 80 рублей вспышка как-то пересвечивает на красные они розовыми делают не они красные ударился мидоры нельзя ударил дарять структура ломается и куда кашу превращаются а вот такие помидорки ой стоили но вот помните 80 70 чуть подешевле отличные помидоры у них вкус сладкий мягкий такой вкус хорошие где-то в парниках выращиваются но хорошие помидоры и их продают очень дорого там за 200 рублей зимой ну вот купил я 70 или 80 рублей вообще это без дефектов это все без дефектов этот еще я не пробовал помидор успел уже ударить его вот такая груша знаю что за сорт я не хотел покупать потому что купишь и там невкусный фигню какую-нибудь но это хорошая груша она сладкая твердая хорошая надо еще купить будет если дойду но уже не сегодня уже поздно так что еще интересно вот это вот печена я вам я снимал ни в коем случае нельзя покупать вот видите это здесь нет мяса это просто паштет причем низкой качественный паштет очень плохой из из кожи всякого мусора так сейчас еще вот черная есть вот такое вот коробочка 300 грамм но это с маслом матерс отборная сеть xxl крупная филе в масле оливковое нормальная сеть но она кислит тетки слит как будто она кислая как в маринаде каком-то но это просто соленая то есть она поиспортилась что ли пока ее ловили или чё это же это же не квашеная как ну соленая рыба это не откуда кислота берется сама фирма хорошая и срок видите тут еще час ноябрь срок не прошел но они самого мяса рыбы немного мягкая и кислит ну наверно пока мы спорю портится начинает она не не воняет ни горечи вообще протухшая рыба там воняет просто есть невозможно немножко кислит но ведь фактически это самое лучшее что можно купить и 1 идеально так на четверочку троечку так ну и все почти что ничего больше особо я не покупал хорму при я не хочу покупать она незрелая какая-то вся очень много да все везут незрелая вандарины эти незрелые арбузы дыни все незрелая ну все равно получается что я ерунду покупаю вот как в пустую деньги вот на это я выкинул деньги впустую чем это не одна банка была это мусор это нормально можно съесть но не идеально да то что написано xxl отборная нет просто обычная селедка окислит немного так ну вот так какие котлеты которые наджарить это они стоят около 150 рублей и и они вот не такие они не 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 румяные не желтые они серы и отвратные менту продукты так почему-то этим помимо мандарин этих зеленых кислых еще эти бананы зеленые теперь мода как это пошла зачем они тоже зеленые незрелые вообще охерели придурки эти все магазины сраные с кайсами свой мусор жрут так ну вроде все а квас квас еще я покупал вместо лимонадика всяких квас квас можно покупать квас нормальный но не самый дешевый там именно средняя подороже квас нормальный не буду его пока снимать квас хотя сейчас можешь снять сейчас а вот вот такой класс хороший такой кот хотя состав плохо вижу маленькие буквы короче а я вижу концентрат но когда концентрат это плохо должно быть просто там ячмень вода но все равно он по вкусу нормальный какой-то вес придурочные вот 0 9 почему-то не литр ну понятно что в 100 грамм типа тащить воровать так ну вот почти что все снял все что интересное было ну практически опять все продукты плохие ну кроме 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 груш а я забыл сказать сколько груши стоит 60 рублей 60 отличная цена лично остальное вот либо плохое либо ужасные продукты ну так сейчас получается один мусор продают причем мы часто это ну не дешевые вот эти вот лишь смотрите баночка крышка с ключом что там написано ветчина внутри мусор просто хотел я поиграть ночью-то что-то мне не собраться как-то настроение нету поиграть хотя есть игры надо будет поиграть ну есть вроде как неплохие игры а что еще ну вот я покупал кефир какой-то купил который сейчас дорогущий кефир там по 100 150 и но это был не самый дорогой и он горчит горь горь горчит плохой кефир кефир он горчит не должен кефир горчить как и квашеная капуста не должна горчить она быть кислая и кефир тоже кислый там просто он не не старый был но он горчил сейчас ну говорю практически один мусор продается просто просто не продукты издевательство какое-то ну как и все в государстве так так на этом все до свидания до следующего ролика стрима смотрите на ютюбе и в телеграме youtube youtube все неудобный не для создателей роликов не для зрителей создателей страшная цензура а для зрителей ну тоже вот это что дебильная схема бегут какие-то крупные каналы на которых ничего интересного нету сидят без всяких до без регистрации не пойми кто там ругань устраивают постоянно хотя и в других местах конечно ругань устраивают но youtube вообще не следит ему пофиг вообще не за соблюдением правил просто он следит за вот этими бессмысленными копирайтами в общем не 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 зрителям не создателем я как и зритель смотрю и сам создаю вот ролики и как создатель игры неудобно как зритель я смотрю же не через стандартное приложение я смотрю через youtube вансит сейчас ревансит я в через него смотрю если бы я смотрел через стандартная ну я бы просто не смотрел вот кое-как еще потому что потому что я пользуюсь реванситом и тонн сейчас скажешь и вот они меня типа накажут за это потому что я сказал вансит ревансит ну вансит уже прикрыли ревансит остался хотя ванситом еще больше можно пользоваться вот 8 штук но никуда не годится федра цикла да не мусор и сытно ты не сытно чтобы булки проще съесть чем этой хуйни так ну вот такой ролик то что на самом деле как бы не про сами продукции игре в основном здесь как людей обманывают я рассказываю потому что потому что кругом один обман мошенники один обман и государство их прикрывает поэтому становимся либертарианцами и строим лихтенштейн и по всей земле лихтенштейн и по всей земле да всем пока пока